Вот у меня парадокс. Вот. Как бы тут это показать-то, себя? О! Прическа, ну, практически идеальная. Вот так вот утром проснёшься, глянешь на себя в зеркало, да? Ну, вот чуть-чуть там подправить, немножечко это самое, где-то чуть-чуть подбить, и, в общем-то, звонит-звонит, ну, и нафиг. И вроде бы всё, можно, понимаешь, идти в это, в люди. Смотрится прической. Потрясающе. Вот прям, вот волосинка, можно сказать, к волосинке. Такой, ну, просто мечта. Но, блин, же, как соберёшься на работу, вот это всё пока, вот это всё это прилижешь, и вот это, казалось бы, всю красоту, так сказать, примнёшь, чтобы нигде ничего не упало, нигде не это самое. И смотришь, блин, как последняя зараза. Ну, что это за жизнь такая? С кровати встал, прическа практически идеальна. Собрался в люди навести красоту просто. Ну, вот почему так? Где справедливость? Где справедливость? Скажи мне, чё, псик, а? Ну, вот ты утром встал, да? Тебе причесываться не надо. Ты так красивый. Расчесался ты, не расчесался. Тут расчесался, и всё, и уже некрасивый. А у нас туманчик. Сыро, мукро, прелестно. Прелестно, проластно, проластно, как говорила та сова. Камон, сова. Кушать пойдём? Завтракать? Обедать? Ужинать? Товарищ, 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 у вас сколько? К чему эти возмущения? Всего лишь раннее утро. Да, раннее. А ты уже возмущаешься? Смотрю на глаза, прям испепеляет. Скажи, жрать давай, хватит было философствовать. Вот справедливости ради хочу показать. Кофе. Купила клубнику. Была в городе, купила клубнику, настоящую, свежую, шикарно пахнущую. Ну, вот в кофе положила. Купила её за 35 крон. Нет, 34,90. Сейчас, в конце октября. Вернее, сейчас уже, сегодня уже 1 ноября. Вот. 34 кроны. 34. Всё лето клубника была между 50 и 65 кронами за 400 грамм. Ну, вот тебе справедливость, а? Вышла вся такая там непричесанная. Я к чему веду речь? Не так давно прочитала этот самый. Кстати, у нас тут мжавка. Мжавка «Моросящий дождь» по этому самому, по-польски. Вот. Так я к чему веду? Стою под крышей. Под крышей дома своего. Справедливости. Вот всё лето, казалось бы, должна быть клубника. Ну, не всё лето в Норвегии клубника поспевают где-то в июле, в августе. Вот, казалось бы, июль, август, огромное количество клубники. Почему цена была за 50 крон? За 50 и выше. Редко где можно было купить клубнику за 30, там, 35 крон. Это прям вот, прям большая редкость. Где справедливость? Почему сейчас 35, когда уже, в общем-то, эта самая зима, вот, перед носом где-то сейчас как ударит? Мне что-то не похоже, что она бы ударяла. Вот. Это раз. Это раз о справедливости. Второй раз о справедливости. О волосах. Ну, вот я это самое вышла. Я не причёсывалась. Я вот зуб даю. Не причёсывалась. Я так немножко раз сделала, немножко два сделала, немножко три сделала. Но ведь прекрасно же смотрится эта самая шевелюра, а? Ну, просто вот мечта. Ну, блин, ну, как начинаешь готовиться на какое-то мероприятие, ты её извиваешь, ты её развиваешь. Ты её налево, ты её направо. И твоя замечательная прическа раскладывается, как сеновал под порывом ветра. Сдувает нафиг всё. Вот почему. Вот всю жизнь я вот так вот утром проснулся, так рукой взмахнул и побежал по дому бегать там, то этот сам, посмотришь на себя в зеркало, ну, красавица. Ну, писаная просто красавица. Выйти в люди на какое-то мероприятие, что? Причесываешься, волосинка к волосинке. Этот самый, этот самый, туда-сюда, тут лачком, тут фичком, тут там подставил, тут там это самое. Проходит 15 минут, и на голове вот такая вот фиг знает что. Вот где справедливость-то? Вот это вторая справедливость. Третья справедливость. Вчера, нет, это было позавчера, позавчера. Значит, ну, вернее, это поза-поза-позавчера. И она снимала огромное количество... В общем, я думала, меня из магазина выкинут, когда я там бегала между поисками, как говорится, наших продуктов и тех продуктов, которые вот в Норвегии продаются, вот как по аналогии это самое. Я, значит, бегала туда, смотрела, думала, меня выкинуть из магазина, потому что я туда сбегу, что-то поснимаю, туда сбегу, что-то поснимаю, там где-то наклонилась, поснимала, там это самое. Ну, в общем, на меня так ходили, так немножко это самое, одним глазом поглядывали, но я так усиленно ничего не замечала и, значит, бегала. Потом приехала домой, потом, значит, это самое, долго и нудно собирала этот ролик, потом, значит, дозаписывала, что не дозаписалось, потом еще что-то это самое, И потом уже в конечном итоге поздно ночью, где-то после 12 ночи, наконец-то все расползлись, никто мне не мешал. И я что? Я поставила тайм-коды на каждую трах тебе дух этот самый. На майонез, на сгущенку, на какой-то кефир, да, еще. Короче, там этих тайм-кодов в этом видео тьма тьмущая, прям как библейский расклад. Вот, и что я вижу? Я думаю, вот сейчас этот ролик как рванет, как наберет там 1200 просмотров. И что? Не, ничего. Вот на утро было вот сегодня, утром 1 ноября было, значит, 145 или 146 просмотров. Вот. И вот у меня идут вопросы. Вот. Ты прям вот один в один делаешь что-то, делаешь, и оно вот как-то вот прям вот так скурпулезно. Вот это вот это так. Столько времени, столько времени заняло это видео. И такие маленькие просмотры. А иногда вот так вот сделаешь на BBC какое-нибудь видео. Ну вот недавно я сидела, рассказывала о скучной жизни в Норвегии, щекотала кота за этот самый, за лапу, там хвост ему, значит, это самое, дергала. И набрало 1700 просмотров. Вот вы мне скажите, вот в чем справедливость? Ты вроде вкалываешь, как папа Карло, снимаешь, носишься по тому магазину в ожидании того, что тебя сейчас выпрут из этого магазина. И ролик. Сидишь дома спокойно, с чашкой кофе, с котом, который лежит перед тобой и это самое хвостом подергивает. Вот. Вот где справедливость? И вообще, что такое справедливость, понимаешь ли? А? Как вы думаете? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова